Молдавский спорт Мы одеваем национальную сборную через Министерство молодежи и спорта. У нас партнерские отношения с федерацией бокса, партнерские отношения с федерацией вольной борьбы и ряд других федераций. Поэтому волей-неволей мы имеем прямое отношение к нашему молдавскому спорту. Пытаемся удивить наших спортсменов новыми и новыми коллекциями. Они приезжают в соревнования и радуют нас тем, что говорят, что наши костюмы одни из лучших костюмов на построении. Где-то перемещение они тоже там интервью дают. То есть им приятно носить нашу экипировку. Сколько спортсменов, любезительно профессионалов в вашей экипировке выступают, представляют нашу страну на международных соревнованиях? Из тех десяти федераций, которые сегодня приносят медали нашей стране, все федерации одеты в нашу экипировку. Какая самая значимая, так скажем, медаль, которую спортсмен получал в экипировке вашего бренда? Две медали были на Олимпийских играх в Лондоне. Крыку и Йову заработали эти медали. И трехкратный чемпион Европы Олег Сырги все свои медали заработал, поднимаясь на педестал в наших костюмах. Савва. Михаил Савва в Узбекистане позапрошлом году стал бронзовым призерным чемпионатом мира. Тоже в нашем костюме. То есть это то, что сейчас приходит на ум. И вот пять человек, которые, на наш взгляд, и показывают миру, что такое боевый лайн. Как вы к этому пришли? Как это все начиналось? Какие были первые шаги? И как вы думаете, к чему, к каким результатам на данный момент пришли? И какие еще перспективы вы видите в дальнейшем? Очень давно мы все это начали. Я сам бывший спортсмен, не профессиональный, а играл в футбол. Поэтому этот спорт для меня очень важный момент. Что нужно спортсмену, мы хорошо знаем. Поэтому, в принципе, зная и спортсменов, и зная, что им нужно, мы решили перейти от классической одежды к спортивной. Уже дальше, больше прислушиваясь к мнению спортсменов, к их требованиям, мы расширяем и ассортимент, и новые цвета какие-то. То есть мы стараемся идти в ногу. Есть передовые фирмы спортивные. Мы стараемся не... Стараемся рядом. Стараемся идти рядом с ними. Такой вопрос немного не скромный, может быть. Но вы вот один из немногих людей, которые умеют и делают деньги на молдавском спорте, так скажем. Расскажите, как это возможно? Ведь у нас многие уверены в том, что вкладывать в молдавский спорт с целью того, чтобы зарабатывать, это нереально невозможно. Вы же как считаете? Больших денег здесь не заработаешь. Здесь и речь идет и о патриотизме, в первую очередь. То есть нам хочется, чтобы именно в костюмах «Бовилайн» наши спортсмены и выигрывали соревнования. А деньги, я так понимаю, это последнее, что приходит. То есть есть организации, которые берут экипировку, через время рассчитываются. Есть организации, у которых нет возможности рассчитаться. Есть партнерские отношения, где мы просто одеваем спортсменов без денег вообще. То есть здесь можно вспомнить и федерацию тенниса, и федерацию борьбы, партнеры с федерацией бокса, я повторяюсь. То есть и сейчас ведутся переговоры с другими федерациями по поводу экипировки. То есть можно отдать продукцию по демпинговой цене вообще. То есть себестоимости отдали. Никаких заработок здесь речи нет. Да, конец года, подбиваем итоги. Если есть какая-то прибыль, то только хорошо. Опять же она вкладывается в новые технологии, в новое производство, и так же работаем дальше. Получается, вы единственные в Молдове, которые не импортируете ничего, сами шьете, сами все делаете. Это чисто молдавский бренд. Чисто молдавский бренд, но о нем уже знают за рубежом. Мы одеваем австралийский клуб, одели гражданин Молдовы, там директор этого клуба. Одели сборную Шотландии по борьбе, одели мужскую и женскую сборную Белоруссии. Наши костюмы, они знают о нас уже. Штангисты, которые уезжают в Румынию, одеваются все равно у нас уже с символикой Румынии. То есть, в любом случае, бренд молдавский, но мы работаем на экспорт. Не раз так же у вас случалось такое, что сборные Молдовы отправлялись на те же Олимпийские игры в экипировках разных заграничных компаний, причем далеко не самых популярных, как бы не бренды, так скажем. Почему отдается предпочтение зарубежным компаниям, при том, что в Молдове тоже есть свои бренды, вот, к примеру, как у вас? Ну, тут вообще очень сложно однозначно ответить. То, что наш костюм на сегодняшний день не хуже костюма другой компании, это точно. А то, почему руководство федераций выбирает компании иностранных брендов, ну, там, наверное, какие-то личные отношения, связи, какие-то договоренности есть. И с оплатой может быть оттяжка, и какая-то реклама этого бренда. Между спортсменами заключаются договора, и спортсмен рекламирует этот бренд. А что касается нас, то, ну, вот отборочные сейчас ездят, борцы сейчас поехали на отборочные, вот, уезжают пятого числа на третий отборочный турнир, они в нашей экипировке. Боксеры поехали на отборочные в нашей экипировке. Теннисисты играют на кубок Дэвиса, что можно сказать, что женская сборная тоже в нашей экипировке. То есть, и если послушать мнение президента федерации, которых мы одеваем, ничем не хуже костюм, который они берут у нас. А учитывая, что мы каждому спортсмену подходим индивидуально, и все требования, рост, вес, предпочтение, такой воротник, такие карманы, то есть, они знают, что еще мы все это сделаем для него. Вот он нас и выбирает, спортсмен, в итоге. То, что крупные, то есть, допустим, если речь идет об Олимпиаде, там уже совсем другой масштаб, там мировые бренды, с которыми бороться практически невозможно. Вы вот сами отметили, что к спортсменам индивидуально подходите, к каждому спортсмену. То есть, это больше одиночные виды спорта. Вы работаете больше с одиночными видами спорта. В командные виды спорта тот же футбол, который на самом деле у нас на данный момент самый популярный. Не думали переходить, одевать какие-то команды и тому подобное. Может быть, даже и другие чемпионаты в другие страны. И в каждой федерации уже имеет контракт с каким-либо экипировщиком. В данном случае, если говорить о футболе, из давних времен, у них немецкая компания, они их одевают. Но есть клубы? Я думаю, что и в клубах тоже они не голые ходят. Все равно кто-то их одевает. То есть, я занял ту нишу, которая была свободна. И мы потихоньку начинаем разрастаться. Сегодня речь идет и о велоспорте, сегодня речь идет о стрельбе, речь идет и о мотокроссе. То есть, те виды спорта, о которых мы вообще никогда никакого отношения не имели, сегодня идут какие-то переговоры. А что касается футбола, там практически все занято. Там все занято. И самое интересное, что футболистов все устраивает. Что-то бы не устраивало, у нас была бы возможность залезть туда. А учитывая, что все хорошо, ну и смысла времени терять. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok